всем привет у меня в руках чудо китайской инженерии планшет 7 дюймовый куба у 51 gt значит приобрел я его недавно распаковочку можете посмотреть прямо сейчас диск да блин ножик это вот это да вот ломай его пол . ой пуха ты что-то отломал это отличный отломался ты какой ты нож как режет думаю да я я смотрите него у его да и фан шер 4 порезал я не спешу потому что время часть нет вот шнурка здесь просто будет юзи выход вон на нашу эту розеточку на китайскую коробочку за доллары здесь это противоударная коробка прятать белый 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 это у нас идет симка нет это у нас идет китайская фигня какая-то мира гарантия 10 лет до на китайский этот планшет а я думал это кабель этот покупать а чё блок питания черный ну так будет попсов 3d технология да все видать все видать надпись чисто китайская л джи л джи не носят даже бомжи заводим где там кнопка старт кнопка старт это play зарядите пожалуйста вот так вот давайте перевернуть говорят что написано по-русски название куб он тач уже работает уже хорошо скрин тач не лишь можно даже двигать блин пленочку ладно пленочку это потом уберем защитная пленка есть он сейчас все на этом вещи какие-то китайские иероглифы делай русский сейчас о погода в китае шанхай так все ладно давай отключаем обзоры я потом это сделаю все работает корено вы работали чего вайфа не ловит не растет кокос распаковочка происходило спонтанно поэтому вот ну ладно дело не в распаковке значит что я могу сказать по этому планшету после пользования ну где-то дня 4 я им пользовался не активно но как бы нормально значит что в нем значит давайте начнем наверное с минусов первым же делом на что обратил я внимание это вот этот крышечка вот у меня там такое запустилась значит значит вот это вот крышка то есть здесь прячется у нас симочка микросимка и прячется здесь микро sd после того как я ее открыл она так противно начала считаться ну ладно пусть не считается то есть но не выпадает ничего достать оттуда ее довольно таки сложно пост на второй день пользования этим планшетиком у меня перестала работать кнопочка увеличение громкости то есть здесь она сейчас секундочку вот значит точнее надо увеличение она уменьшает но не увеличивает 5 уменьшает приходится увеличивать громкость за счет пальцем ну это пол беды я написал значит продавцу не знаю чем не ответят сейчас китайский новый год и там будут праздновать до 8 февраля вроде бы нормально время терпит вот по значит по самому сенсору вообще никаких проблем нету все четко все работает и переворачивается все нормально игрушки идут значит что хотелось бы сказать что крайне не понравилось в этом планшете это его камера камера вообще ерунда полная ерунда причем так где у нас вот она заявлено что здесь два мегапикселя она допустим но на но вообще то есть вот он полная ерунда значит что еще как бы смутило это слабенькая батарея то есть если здесь посмотреть здесь у нас пишут что она 2 ну да 2000 миллиампер вот она у нас надпись вот хотя продавец говорил что на 3000 миллиампер но это тоже я ему претензии напишу посмотрим что это будет самое главное что порадовала эта цена 100 долларов там сто один доллар на момент покупочки очень много приложений нормально с него звонить ну правда единственное что лопату эту прислонять к выходить по улице я точно не буду вот я выбрал в основном за счет значит gps навигации и 3g интернета вот gps работает отлично 3g работает отлично только если брать в учет что у нас феодосии напрочь отсутствует 3g вот там какой-то эдж или что-то такое вроде вот но со скрипом но работает то есть по крайней мере сообщение я могу почитать вот а так нормально все ставится отлично значит в менюшке сразу был так где он тут у нас находится вот он play market то есть него загружаем приложение тут их масса вай фай работает отлично есть бесплатные там какие-нибудь там топ новых бесплатных пожалуйста устанавливается карточку я еще сюда не ставил потому что она мне пока что не нужна вот значит по поводу видео ну давайте попробуем посмотреть так выбираем какой нить канал неважно будет вот этот сейчас послушайте и звук как он будет идти и в принципе посмотрите на изображение так звук мы нажимаем и начинаем делать вот этот максимально в принципе лучше сделать чуть-чуть потише так то он работает в принципе нормально вот ну так что там у нас где вы так найти пожалуйста то есть смотреть кино нормально вот по характеристикам здесь всего два ядра больше в принципе не надо игрушечки на работают нормально давайте там что-нибудь загрузим посмотрим по-быстренькому как бы это сделать так так киньки все начинаем ехать графику нормально поддерживает показалось мне как бы вот в этой части что тепло какое-то нормально и погнали все 30 это джи-сенсор этот так называемый то есть кайф то есть опять игрушки нормально так все это позакрываем вот ну в принципе планшетиком доволен нормально то есть для дома мне его с головой хватит загрузил пару приложений уже для gps осталось только протестировать его на полях вот то есть в наших тут крымских полях ну так как погода не позволяет поэтому как бы сложно будет мне сказать о gps и вот матрица здесь то есть экран здесь не и ps то есть под углом его уже начинает плохо и как просматриваться вот а так в принципе планшетик нормально за свои деньги вполне пост скриптум забыл показать что у него есть то здесь у нас микро usb качельки громкости выключение и разъем для наушников здесь у нас получается под крышечкой вот два разъема микросимка и sd карточка микро sd карта все и здесь у нас первая камера здесь у нас вторая камера вот и все всем пока всем счастливо